Наша модель еще молода, но через некоторое время эта проблема станет более зримой и менее привлекательной. Обращаю ваше внимание, что реакция может быть очень разной. В некоторых случаях пациенты будут смеяться, как моя замечательная модель, и вы вроде бы как по телу сделали все правильно, а пациент от вас ушел ровно из-за того, что вы не умеете с ним общаться. Чтобы с одной стороны это было ощутимо, с другой стороны это не было ужасно. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Я Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматити. И сегодня у нас в студии замечательная модель, на примере которой мы сможем с вами обсудить внешний вид живота. На примере этого конкретного живота мы поговорим о том, что портит его вид и что конкретно можно по этому поводу сделать. Этот животик просто создан для того, чтобы его массировать, потому что всего несколько процедур поможет существенно изменить его форму и более того, улучшить здоровье нашей модели. Ну что ж, приступим. Первая и самая очевидная проблема – это состояние брюшной стенки. Если мы посмотрим на нашу модель спереди, то мы обнаружим, что брюшная стенка недостаточно сильная. Кроме того, вот здесь вот у нас существует отложение жировой клетчатки, и это приводит к тому, что живот выглядит опущенным и грузным. Второй проблемой является проблема с диафрагмой. Как вы видите здесь, у нас практически отсутствуют реберные дуди, и это приводит к тому, что, опять же, живот выглядит более выпуклым и более большим. Следующей проблемой будут вываливающиеся бачка, свисающая плоть, как подсказал нам режиссер канала. Это связано с тем, что тонус ткани недостаточен, и как следствие мы видим отчетливую складочку. Наша модель еще молода, но через некоторое время эта проблема станет более зримой и менее привлекательной. И ладно бы, если бы оно просто выглядело не так, как хочется какому-то Станиславу. Вдобавок к этому, вот эта вот ситуация говорит о том, что вот здесь, вот по боковой поверхности, существует воспалительный процесс. Он отчетливо проявлен вот по краю костей. Более того, в этой области ток лимфы, естественно, пережимается резинкой от белья. И ситуация плоха, и из-за того, что она плоха, она будет становиться в будущем еще хуже. Следующей проблемой является растяжки. Наша модель мама рожавшая, и, соответственно, животик вырос, и по мере того, как он рос, появлялись растяжки. И это нехорошо не только с точки зрения внешнего вида, это не дает нормально функционировать косой мускулатуре и восстанавливать тонус мышц живота. И последнее, о чем мы поговорим в этом видео, это форма пупка. Она портит внешний вид. Мы видим, что верхняя часть пупка нависает. Это говорит о том, что брюшная стенка опущена вниз. Ну и бог с ним, не идеальная форма пупка, но нет. Дело в том, что по периметру пупочного кольца расположены рефлекторные центры, и если какие-то части пупка сжаты или растянуты, это деструктивно влияет на состояние внутренних органов и ухудшает систему пищеварения. Ну что ж, давайте посмотрим, что по этому поводу можно предпринять руками. Переместимся на кушетку. Не будем долго останавливаться на том, что обязательно надо поработать с диафрагмой. Не будем останавливаться на том, что нам непременно надо поработать с лимфатической системой и с внутренними органами. Обо всем этом мы говорим в рамках курсов, которые вы можете найти, перейдя по ссылочкам в описании к этому видео. Сегодня мы поговорим про конкретную инструкцию. Во-первых, мы поработаем над местами прикрепления мышц брюшной стенки. Во-первых, это реберные дуди. Во-вторых, это подвдочные кости. Их рекомендовано прорабатывать для того, чтобы улучшать состояние этих мышц. Ай! Обратите внимание, это является прекрасным признаком того, что мы нашли какое-то важное, значительное место. Если ваш пациент начинает в процессе работы активно реагировать, это означает, например, смеяться, это означает, что вы нашли какое-то значимое место и с этим местом необходимо дальше работать. Обращаю ваше внимание, что реакция может быть очень разной. В некоторых случаях пациенты будут смеяться, как моя замечательная модель, в некоторых случаях бить вас по рукам, в некоторых случаях пугаться и говорить, боже мой, я боюсь. Очень важно уметь все эти эмоциональные реакции отрабатывать, чтобы пациенту было комфортно. Помните, что в тот момент, когда вы работаете с зоной живота, вы буквально задеваете человека заживое, и это область, где человек может реагировать очень остро, и вы вроде бы как по телу сделали все правильно, а пациент от вас ушел ровно из-за того, что вы не умеете с ним общаться. Вот смотрите, я нашел совершенно отчетливые места по прикреплению косых мышц живота по подвздошной кости, и аналогичным образом, я думаю, нам интересно было бы поработать с противоположной стороны. Здесь уже не так весело, здесь более болезненно. Вот обратите внимание, что с одной стороны у нас есть зона смешливости, это говорит о том, что здесь мышцы натянуты, их неплохо было бы растянуть, а с другой стороны у нас есть зона болезненности, это говорит о том, что в этом месте есть проблема. Эта проблема, скорее всего, связана у нас с перекосом таза. Таким образом, очень важно проработать подвздошные кости со всех сторон и поработать реберные дуди. Вот мы опять находим с вами интересное местечко. Где-то тут мы нашли интересное местечко. Это говорит о том, что эта половина корпуса является проблемной, тело перекашивается скорее в левую сторону, а правая сторона перерастянута, что приводит к тому, что форма живота и форма расположения внутренних органов изменяется, что приводит к тому, что в некоторых местах вырастает жир. Следующая фаза, с которой мы поработаем, это непосредственно работа с кожей по боковой поверхности с одной стороны, с другой стороны, по реберным дугам и, наконец, в середине живота. Такая работа, несмотря на то, что она выглядит простой и незатейливой, может быть достаточно эффективной, если ее выполнять правильно. Очень важно, чтобы вы понимали отличие расположения подкожно-жировой клетчатки и понимали, на какой глубине располагается прямая мышца живота. Вот у нас много интересного тут. Работа по прямой мышце живота. И важно, чтобы мы помнили о том, что прямая мышца живота оказывает сильное воздействие на состояние всей брюшной стенки. И в некоторых местах прямая мышца живота может быть... Вот у нас все спокойно, но иногда прямая мышца живота является большой проблемой. Здесь, как вы видите, основные трудности именно с подкожной жировой клетчаткой. Вот. И вот мы нашли болезненное место. Работа с областью пупка может быть весьма эффективна для того, чтобы поставить внутренние органы на место, даже если вы не понимаете, как их поставить на место. Мы просто беремся за область пупочного кольца и начинаем искать то положение, где пупочному кольцу наиболее комфортно. Мы вытягиваем, мы смещаем. Вот. Первый прием – это когда мы работаем вдоль линии тела. Нашей задачей является дать телу механическую нагрузку для того, чтобы структуры, которые поддерживают форму животика, пришли в тонус. Причем нашей задачей является дать эту нагрузку в максимально возможном количестве направлений. Помните о том, что очень важно, чтобы вы правильно подбирали нагрузку, чтобы с одной стороны это было ощутимо, с другой стороны это не было ужасно. Огромное количество специалистов давят слишком сильно, калечат свои руки, мучают пациента и портят репутацию массажистов, которые делают коррекцию фигуры. Ну и последнее, что я покажу в этом видео, это непосредственно работа с пупочным кольцом. Помните, что пупок является очень важной психоэмоциональной частью нашего тела. Пупок отвечает за связь с матерью. И, соответственно, если у человека есть незакрытые отношения с матерью, какие-то проблемные, какие-то тревожные, травматичные отношения с матерью, или период беременности протекал не очень благополучно, то мы вправе ожидать того, что человек будет трепетно относиться к своему пупку. И, соответственно, с этой частью надо работать очень деликатно. Вот я совершаю круговые движения по пупочному кольцу. И вот я здесь могу довольно качественно найти области по тишечнику, где есть проблемы. Вот здесь вот есть болезненность. И вот здесь вот так же есть болезненность. Здесь все более-менее благополучно. А вот снова мы нашли область болезненности. Таким образом, перемещаясь по периметру пупочного кольца изнутри и перемещаясь по периметру пупочного кольца снаружи, мы можем почувствовать все эти трудности, которые связаны с пупочным кольцом и с сопряженными с ним внутренними органами. Станислав, а как так происходит, что у каких-то женщин прям активно вываливается живот, а у других вообще все отлично и все как надо? Ну, живот – это довольно сложная структура. Существует огромное количество причин, почему ломается система, которая держит его на месте. В случае нашей конкретной модели у нее есть проблемы с тазом, и эти проблемы в существенной степени не решаются из-за того, что есть проблемы с коленями. У нашей модели есть перепродиб коленей, и, соответственно, мы вам расскажем в следующем видео о том, каким образом проблемы с коленями меняют осанку нашей пациентки, и каким образом осанка результируется в том, что вываливается живот. Если вам интересна тема коленей и их влияние на осанку, обязательно подписывайтесь на канал, это позволит вам не пропустить это видео. Кроме того, мы планируем видео по самомассажу коленей, так что ожидайте видео про колени в следующих выпусках. А я хочу напомнить, что еще большее видео с самомассажами, оздоровительными двигательными практиками, гимнастиками, практиками по исследованию своего тела, а также много анатомии находится в рамках спонсорства на нашем канале. Получить доступ к разделу спонсорства вы можете, нажав кнопку «Спонсировать» под этим видео. Ну, а мы завершаемся. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматити и одноименного YouTube-канала, где мы с вами говорим про красоту, находим способы совмещать красоту со здоровьем и, главное, зарабатывать на этом хорошие деньги. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok